Доброе утро! Микс салатов, виноград, камамбер, мед, груша. Для соуса нам понадобится апельсин, лимон, соевый соус, белый бальзамик и сок корня имбиря. Ну и, конечно, само тесто Брик. Вкусное, оригинальное. Можно ли его заменить на какое-то другое, если это в домашних условиях? Тесто Брик. Слоеное тесто, но очень-очень тонко раскатанное. Все тонкости будем узнавать прямо сейчас. А с чего начнем? Начнем мы с приготовления мешочков. Для этого мы берем тесто Брик, разрезаем его на 4 части и смазываем желтком яйца. Тесто Брик – это невероятно тонкое рисовое тесто. Его и дома можно приготовить, но это на самом деле очень сложно. Если вы уж очень хорошо раскатываете тесто, то попробуйте. Но, тем не менее, здорово, что его можно приобрести уже готовым. Либо же заменить на другое тесто. На ваше усмотрение, исключительно тонко раскатать его нужно для того, чтобы оно получилось хрустящее, вкусное. Ведь все-таки сыр камамбер, он дает такое специфическое послевкусие, которое нельзя сочетать с толстыми слоями теста. Обмазываем края для того, чтобы они лучше залепились. Сыр. В нашем классическом рецепте именно сыр камамбер. Но помните, что можно использовать другой мягкий сыр на ваше усмотрение. Да и, в принципе, заменяйте компоненты, фантазируйте. Напоминаю еще раз, что мы готовим все-таки базовое блюдо. Ну, а вы не отказывайте себе в удовольствии готовить вместе с нами, заменяя компоненты на те, которые сейчас есть у вас в наличии. Мешочки почти готовы. Плотно прижимаем тесто для того, чтобы края не разлепились и сыр у нас не потек, так как мы будем его запекать. Как долго мы запекаем? Буквально 3 минуты при температуре 170 градусов. Отличием нашего салата является, что груша наша тоже запеченная. Грушу нарезаем довольно тонко. Да, так как печется она у нас вместе с мешочками и должна пропечься. А мешочки мы выпекаем совсем немного, поэтому здорово, что груша не будет поддаваться излишней термической обработке, все-таки останется свежая и даже немножко хрустящая. Поливаем ее медом. Поливаем медом, оливковым маслом. и тимьяном. Тимьян лучше предварительно размять, либо использовать свежую зелень, так это будет еще ароматнее. Ну а теперь мы можем отправлять наши ингредиенты в духовой шкаф на 170 градусов 3 минуты. Груша и мешочки в духовке. Мы можем приступить к соусу. Берем апельсин и натираем цедру. Цедра очень полезный продукт, поэтому если вы едите апельсины, а шкурку просто выбрасываете, задумаете, сделаете вы это абсолютно неверно. Можете заготовить ее, допустим, как цукаты. Они тоже пригорятся, в них огромное количество витаминов и макроэлементов, поэтому не отказывайте себе в удовольствии, просто быть здоровым. Цедра лимона и сок лимона. Так. А также сок апельсина. Тоже понемножку. Да, тоже по чуть-чуть. Сойвый соус. Белый бальзамический уксус. Именно заправки часто являются тем самым интересным элементом в любом салате. Помните, что их бывает огромное разнообразие. Именно подобные рецепты заправок нужно обязательно запоминать, а лучше где-нибудь записать, и потом они пригодятся к любому салату. Вот эта заправка к какому салату может использоваться? Эта заправка может использоваться к любым фруктовым салатам. Цитрусовым. Также салаты с морепродуктами могут содержать этот соус. Но в этом деле главное не переусердствовать. Когда вы что-то подобное начинаете готовить на своей кухне без опыта, лучше, конечно, сначала смешать салат и это количество заправки совсем в небольших пропорциях. Попробовать, приходится ли вам это по вкусу, а уже дальше добавлять в весь салат, потому что все-таки иногда рецепты, тем более которые вы нашли где-нибудь в сети интернета, бывают, ну, крайне специфическими, поэтому тут главное не переусердствовать. Консистенция такого бальзама у нас получается. Так. Мы можем отправляться за нашими мешочками и грушей. Пока наши ингредиенты были в духовке, они подрумянились и приняли салатоватый цвет. Перед этим груша должна быть мягкой или нет? Она должна быть мягкой, но не до конца. То есть тоже в состоянии аль денте. Да. Итак, можем составлять наш салат? Да, можем составлять наш салатик. Микс салатов. Это всегда вкусно, это всегда полезно. Здорово, что его сейчас можно приобрести уже готовым в любом супермаркете, ну, либо же все-таки отдавайте предпочтение сезонным рассеяниям. Здорово, что для этого огромное количество можно всегда отправиться на какой-нибудь колоритный перевоз, набрать вкусную и красивую, главное, полезную зелень и не отказывать себе. Поливаем нашей заправкой. Так. Весьма обильно. Хорошее количество. И выкладываем в мешочки. То есть на порцию где-то должно идти 4 штучки? Да, да. Примерно 80 грамм. И груша. На самом деле, как красиво получается. Очень простой салат. Здорово, что на его приготовление мы затратили всего немного времени, но, тем не менее, согласитесь, как оригинальный и как необычно. Такого мы с вами точно не пробовали. И отлично, что это совсем простой рецепт, который станет отличным подспорьем для каждой хозяйки. Ну и завершить нашу композицию миндальные хлопья. Приятного аппетита! Спасибо большое, Костя. На самом деле, очень красиво и очень вкусно. Как и всегда в ресторане Кадор на французском бульваре 66, дробь 3. Запомните, а лучше запишите рецепт, вам обязательно пригодится. Ну а мы уже начинаем пробовать. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!